Комсомольский билет Елена Кольцова, как и все молодые люди, в Советском Союзе получила в 14 лет. Его ей вручили в школе, а училась она в 6-й Лицкой. Как оказалось позже, в ЛКСМ ее жизни сыграет важную роль. Когда Елене Владимировне было 22 года, она пришла работать в Лицкий городской комитет комсомола. Так в ее трудовой книжке появилась запись. 20 мая 1983 года принята на должность заведующей сектором учета членов ЛКСМ и финансов. Через 6 лет Елена Кольцова возглавила отдел комсомольских организаций, который занимался координацией работы первичек на предприятиях. В каждой первичной комсомольской организации в то время проводилась огромная работа для молодежи первичной комсомольской организации. И, конечно же, организатором масштабных городских мероприятий был горком комсомола и его бюро. Но ведь комсомольская работа не сводилась только к уплате членских взносов. Это была каждодневная, насыщенная, ну и, если хотите, интересная работа. Мы организовывали субботники, воскресники, организовывались различного рода слеты особой популярностью среди молодежи города. Пользовались туристические слеты городские, которые проводились, ну и так можно выразиться, на ура. Вот. Очень много проводилось разных смотров, смотров конкурсов, художественной самодеятельности. Устраивались соревнования между комсомольцами и на производстве. Ну, а уже о спортивных соревнованиях, конечно, и говорить не приходится. Они вообще занимали особое место в жизни комсомольской организации и её членов. Горком комсомола работал с молодёжью по разным направлениям. Одно из них – военно-патриотическое воспитание. С этой целью работники горкома организовывали мотопробеги по местам трудовой и воинской славы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, и слёты солдатских матерей. Их сыновья служили в армии по два года. За это время они видели своих детей всего один раз. Комсомольская организация давала возможность матерям встретиться со своим защитником родины. В ЛКСМовцы были одержимы идеей делать добрые дела и участвовать в жизни большой страны. И её они успешно реализовывали. Было очень сильное, страшное землетрясение в Армении. И первым, кто отозвался на помощь пострадавшему народу Армении, это был комсомол. У нас в горкоме комсомола был организован штаб по помощи населению Армении. И вы знаете, приходили, конечно, мы же не требовали комсомольские билеты у тех, кто приносил вещи, какую-то другую утварь для пострадавшего народа. Шёл весь город, ну, как говорится, от мало до великого. То есть нашу вот эту вот акцию в помощь народу Армении поддержал весь город. 9 лет работы в Лисском горкоме комсомола Елена Кольцова считает одними из самых ярких в своей трудовой биографии. Комсомольцы ставили цели и добивались их. Они хотели оставить свой след в истории и оставили его. Комсомол в жизни нашей молодёжи и подростков в те годы играл важную роль. Можно по-разному относиться к тем идеалам, к идеалам того времени. Можно ностальгировать по ним, а можно просто считать минувшей эпохой. Но тот факт, что комсомольские дела остались в истории, отрицать нельзя. И это действительно так. Последние 20 лет Елена Кольцова работает в Лисском загсе. Начинала ведущим специалистом, а 10 лет назад стала заместителем начальника. Несмотря на то, что Елена Владимировна давно не комсомолка, она поддерживает дружеские отношения со своими соратниками. Ларисой Ус, Татьяной Васько, Раисой Политеевич, Иосифом Шаричем, Юрием Дапиром, Владимиром Семёновым и Анной Герасимович. Мне, конечно, лично работа в комсомоле дала много новых друзей, много новых знакомств, друзей верных, надёжных, на которых всегда можно было положиться в любую минуту. Это была интересная, насыщенная работа. Ну и, конечно же, я получила некоторый опыт организаторской работы. Ну и позволю себе сказать, вот как итог всему сказанному, что комсомол – это была наша юность, а годы юности – это, конечно же, самые лучшие годы нашей жизни. Продолжателем дел и идей в ЛКСМ стал Белорусский Республиканский Союз Молодёжи. В рядах этой организации тысячи молодых людей по всей стране. Они активные и целеустремлённые. Ставят задачи и выполняют их, принося пользу другим. Глядя на Берсэмовцев и слыша об их делах, Елена Кольцова вспоминает свою комсомольскую молодость, причём всегда с ностальгией.